Дмитрий Ноженко 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 Мы в послании обсудили ситуацию сегодняшнего дня, а завтра мы обсудим завтрашнего дня. Нет, это всегда стратегическая задача. Я бы хотел дополнить, там помимо стратегических задач Владимир Владимирович еще подводит какие-то некоторые промежуточные итоги. Если мне говорить о том, что мне запомнилось, это самое первое послание, которое Владимир Владимирович произнес в 2000 году. Там было сказано столько всего. Я в то время не интересовался политикой практически ни на сколько. Но вот время от времени это послание, оно мелькало. Вот сейчас перед эфиром я его обновил, прочитал. Знаете, абсолютно сумасшедшие вещи, абсолютно непонятная ситуация, что делается страной. И Владимир Владимирович вот эту речь он заглавил, какую Россию мы строим. И по пунктам абсолютно точно, без укрывания каких-то таких негативных моментов. Он объяснил, у нас страна расползается, у нас есть региональный сепаратизм, у нас слабое управление на местах, у нас очень плохо все с армией, у нас пенсии не платятся годами. У нас задержки по выплатам на детей и выплаты эти минимальные. И надо нам что-то с этим делать. И вот я предлагаю такой план, сказал президент. И в следующем году он уже какие-то итоги промежуточные подвел, сказал, что это мало. Еще через год, что да, у нас экономика растет, но нам надо ставить перед государством удвоение ВВП. И это удвоение было сделано. Вот эти вот вещи очень важны. Ну вот вы сейчас вспомнили про послание 2000 года, действительно 24 года прошло, уже многие, правильно вы сказали, многие из нас даже и не интересовались тогда политикой, кто-то даже еще учился в школе. Поэтому для тех, кто все-таки сейчас хочет как-то восполнить пробелы в своей памяти, вот можно посмотреть это обращение 2000 года, есть на сайте Кремлин.ру. Поэтому можно зайти и просмотреть его. Прослушайте, Дмитрий, что вы хотели добавить? А я не... Друзья, я с вами не согласен. Абсолютно. Объясню почему. Вы сейчас описали такой многосерийный фильм, да, в котором каждый сюжет это какие-то... Как продолжение, да, предыдущие. Ну, как продолжение, да, но и какие-то итоги, да, то есть вот такой хороший, качественный фильм, там, повествование, ну, какой-то итог, да. Потом следующая серия посвящена чему-то другому и, соответственно, итог. Вот не согласен. Мы все время с 2000 года живем в ситуации триллера. Триллера. И этот триллер, он, каждая следующая серия, она с одной стороны связана, а с другой стороны она была посвящена, на мой взгляд, пяти... Мы же говорим о России, мы же говорим об одной стране. Безусловно, посвящена была пяти вещам, вот как пальцев на руке. Основное, большой палец, это вызов. А дальше, суверенитет, безопасность, экономика, система, органы управления государственной властью и социальная сфера, социально-культурная сфера. И этот триллер, он всегда складывался вокруг каких вызовов? Вспоминаем, 2000 год, Чечня. Чечня, однозначно. А, Чечня, соответственно, терроризм, а армия в каком виде досталась президенту? После периода, когда офицер боялся одеть форму, чтобы выйти в город, да? И сказать, что он офицер. И сказать, что он офицер. Первый, да, вызов этого триллера. Второй вызов, вспоминаем, вот это послевкусие Чечни, оно длилось достаточно долго, а нам нужна была экономика для того, чтобы ту же армию поднимать. Плюс, нам нужно было провести системообразующие изменения в самой системе государственного управления, потому что она действительно была... Так, у нас кашляющее. А в чем, в принципе, не согласен? Я хочу триллер это дорассказать. Следующая позиция. Потом, пройдя чеченскую историю, мы подошли к... У нас начались вопросы, связанные с тем, что когда мы как система устаканились, пришел период вот этой мюнхенской речи седьмого года, когда пришло понимание, что мы играем вот какой-то футбол, но этот футбол, он в странных правилах, да? Одним можно играть и руками, а нам там только... И мячей там пять. Да, и мячей пять. И судейская коллегия какая-то странная. Следующий этап, мы пришли к Грузии, да? Там был период, когда президент был премьером, но по большому счету он не выпадал тогда из периметра управления страной. Грузия. После грузинская ситуация, да? Вот триллер связан с ней. Потом мы входили в Украину. После Украины, 14-й год, грянул гром Крым и все последствия, которые были связаны с Крымом в экономике, да? Ну, я повторюсь, да? То есть суверенитет, экономика, система госуправления и социальная сфера. Ну и потом последствия санкций шли, шли, шли и пришли к следующему триллеру. Это уже перед 2021 годом, когда началось СВО. И вот ситуация связана со стратегическими вооружениями, потому что она тогда уже стала понятна, что у нас блок НАТО и вся вот эта вот коалиция, она как-то с нами выстраивает отношения не в партнерском режиме. Поэтому я бы не сказал, что это вот серии многофильма с многими какими-то, интересного фильма с многими какими-то вот эпизодами, да? Мне кажется, это было вот каждое послание, пускай в каких-то циклах, но это был триллер, посвященный вызовам и разложенный вот на четыре позиции, которые я сказал. Вы подвели уже к тому, что мы все сейчас вспомнили 2022 год, да, вы так плавно это нам напомнили. Действительно, тогда вместо обычного послания Федеральному собранию Владимир Путин обратился к народу, и мы все помним, что там было сказано. Хочется узнать сейчас ваши ощущения после того, как вы услышали обращение 2022 года. Ощущения были очень двоякие. С одной стороны, вот в моем личном понимании, это стоило сделать давно, прям много-много лет назад, можно сказать, да? Потому что то, что происходило на Украине, ну, моя позиция, она неизменна. Если где-то человек с российским паспортом подвергается каким-то, ну, не знаю, гонениям или каким-то, ну, ужасом, не знаю, или тем более ему угрожает жизнь, ну, как бы угроза его жизни, здоровья, необходимо сделать все. Но этот человек должен оказаться в безопасности. Поэтому терпеть там с 2014 до 2022 года для меня казалось, ну, это прям, ну, когда же мы, когда? Это было в обществе, это не только я так думал. Но с другой стороны, но с другой стороны, понимание того, что это начинается не просто специальная военная операция, да, в том виде, в каком мы бы хотели ее увидеть, да, неделька, две, а начинается достаточно серьезный, ну, вот такой вот закручивающийся триллер, действительно, там, как это сказать, сиквел, да, там, 2, да, там, 2.0. Вот это как бы... Ну, то есть вы понимали, да, что это история не на месяц, как некоторые... Конечно, это история не на месяц, конечно. Это было сразу понятно. Невозможно. Все-таки Украина, но на тот момент была все-таки 2-я армия в Европе. Нельзя было, да, как бы рассчитывать на то, что мы можем просто взять и там за неделю решить вопрос. Ну, может быть, кому-то так казалось, но нет. Второй воюющей армии... Нет, второй помощи. Второй помощи и второй воюющей армии с 2014 года. Почему? Потому что на Донбассе они тогда сконцентрировали группировку, сформировали оборонительные, а в последующем начали формировать уже атакующие системы на вхождение в Донбасс. Да, ну и вот захват Киева за три дня, это, между прочим, не было сказано ни кем из представителей российской власти. Это было мнение американского генерала, которые потом перевернули, что вот Россия справится с Украиной за три дня. Я хочу ответить на вопрос, который вы задали в прошлом блоке. Почему триллер, почему не фильм, да, где несогласие? Ну, несогласие я, конечно, говорю об этом условно. Суть какая, что это не был, вот, как вот, знаете, показывают фильм, который показывается, там, например, каждую пятницу, каждую неделю, и вот, ну, очередная серия, мы ждем. А это были всегда вызовы. Я еще забыл пандемию, да, у нас же был еще период пандемический. Не вижу нигде расхождений в своем... Все-таки в фильмах чаще всего случается счастливый финал. Если говорить о тех финалах, к которым часто приводят обещания Владимира Владимировича, и проанализировать сейчас все вот 24 года, как он находится у власти, насколько часто выполнялись обещания президента? А тут надо сразу говорить, что у нас с вами вот этот период истории, ну, грубо, с 2000 года, грубо, да, до сегодняшнего дня, у нас страна в корне поменялась, мы в прошлый среду об этом разговаривали, да, на прошлой передаче. И мало того, что она поменялась в корне, многие этого не заметили до сих пор. Конечно. А очень легко привыкается к хорошему, запоминается-то плохое. А если вот мы начинаем сравнить, возьмем послание 2000 года, вот посмотрим его и посмотрим послание, которое будет вот на этой неделе, мы с вами увидим очень огромную разницу. Мы, ну, я вам свой личный опыт расскажу. В некоторых странах Латинской Америки побывав, я вернулся очень большим патриотом, на самом деле, да, где-то лет 5-7 назад. Потому что, ну, просто уровень того, что, ну, уровень развития общества, да, социальной сферы, даже экономики, хотя у нас куча проблем, мы их знаем, их надо решать, но он не сопоставим. Ну, и видно, чего не хватает нашей стране. Нашей стране не хватает вот того самого экономического суверенитета. Он нам нужен как воздух. И к этому мы идем, и я уверен, что в послании на этой неделе мы услышим целый блок, посвященный экономическому суверенитету нашей страны. Об этом, Владимир Владимирович, о экономическом суверенитете сказал и в первом послании, и красной нитью это все прослеживалось, да. Но вот в первом послании, просто напомню, стоял вопрос о демографии, стоял вопрос о сохранности государства из-за численности жителей. Тогда была названа цифра 140 миллионов, там плюс-минус, да. И прогноз вот этих вот ученых, которые говорили, что через 15 лет Россия может потерять одну седьмую часть населения. 20 миллионов человек. Да, да, да. Вот. И решения, принятые, озвученные президентом тогда, они демографию поправили. У нас сейчас, последние несколько лет, там 146 миллионов, там плюс-минус, мы идем на одном уровне. Это еще мало для того, чтобы там серьезнее делать некоторые вещи, но это уже хорошо. Мы уже не вымираем. У нас есть кому передать то, что мы построили, то, чего достигли нашим детям, нашим внукам. У меня логика же не только спорить, да. У меня логика и подтвердить то, что сейчас сказано. На самом деле все, вот отвечая конкретно на вопрос, все ли соблюдалось, что говорилось, делалось ли, да. Да. Пандемию мы пережили, пережили в сложной ситуации. Комплекс там антикризисных, там, поддержки, мер поддержки бизнеса дал возможность вот нам словировать. При потерях в количестве погибшего, ну, от пандемии населения, да, сухие печальные цифры, но мы прошли пандемию лучше, чем многие страны в большинстве. Первый момент, да. Второй момент, вот... Причем прошли за счет собственной вакцины. За счет собственной вакцины и уже находясь в ситуации такого предстанционного давления после Крыма, да. Дальше. Все вопросы связаны с обороной, которые поднимались. И вот на первом, вы вспоминаете первое послание, да, действительно, тогда все было в таком, в сложно, структурно-оборонительном, с точки зрения ведомств, Министерства обороны, силовых структур. Ведь мы смогли реформировать армию, да, и эта реформа продолжается. Вот буквально недавно президент подписал указ о создании из центрального округа, с учетом того, что НАТО на линии Скандинавии расширилась, там, ленинградские, московские округа появились. Мы смогли реформировать армию. Мы действительно смогли создать профессиональный блок армии, да, и сейчас, например, СВО, ну, то есть срочники, призывники там не находятся. Выполнено? Выполнено. Мы смогли реформировать многие вещи, связанные с, не знаю, с демографией, а чем, на что замыкается демография? Жилье, да. Сейчас выйдем из студии и посмотрим по сторонам количество башенных кранов по городу, да, и это в нашем городе, и во всех городах страны. Поэтому жилье, обеспечение жильем выполнено. Ну, и этот список, он очень большой, потому что за это время было и большое количество вызовов, и было большое количество моментов. Модернизирована, модернизирована полностью налоговая система, законодательная полностью, почищена от коррупционеров настолько, насколько пока можно, ну, по максимуму, да, просто вспомнить то, что было 20 лет назад, и казалось обычным дать там денежку гаишнику, чтобы он закрыл глаза там на что-то. И это обычно срабатывало, и многие люди в этой парадигме жили. Сейчас попробуй дать деньги гаишнику. Уже, я уже, не знаю, лет 10, наверное, не слышал вообще, чтобы кто-то откупался. Это, ну, просто такого нет. Налоговая звучит, но, может быть, не все это понимают. Но, на самом деле, вот помним период, да, вот хочу опять же вот здесь поддержать, может, потому что на первом вопросе был спор. Помните, обнальная схема, да, страна была прямо охвачена этим. А сейчас что? Кому-то нужен обналичка? Ну, это те, которые работают в средних веках, да, в экономическом поле. Или просто сервисность налоговой службы. Вот опять же поддерживалась, да. То есть раньше мы приходим в налоговую, нас встречает человек с каменным лицом, и ни вопроса не решить, и все замыкается, опять же, вот на какие-то такие вещи. Сейчас налоговая, наверное, одна из самых таких сервисных служб и в режиме онлайн, и в режиме офлайн. И вот послание, когда ракета летала вокруг земного шара, да, с низкой, оно же тоже было актуальным. То есть это была стратегическая фиксация, то, что мы, грубо говоря, одели латы и готовы к изменению в большой игре. У нас остается совсем немного эфирного времени. Мы с вами вспомнили основные вихи посланий прошлых лет. 29 февраля состоится очередное послание. Я напомню, что этот выпуск мы готовим в записи. Хочется услышать ваши ожидания. Вы уже сказали, что ждете, что основная часть будет посвящена экономическому суверенитету. Какие у вас еще догадки? Я думаю, что не совсем прям основная часть. Это будет одна из генеральных линий. Но однозначно это будет и положение страны в мире, и взаимоотношение с нашими западными партнерами, и взаимоотношение в рамках формата БРИКС и дружественных стран, да, глобального юга. Это вот если внешнюю политику, внутреннюю, однозначно мы не забываем год семьи, это будет социальная повестка, однозначно. 100% будет про семьи, про поддержку семей и про демографию в принципе. Это точно. Ну и экономический вот этот суверенитет, это то, чего я жду, потому что мы понимаем сегодня, что страна стоит перед жестким вызовом, где собственная промышленность, ну назовем это таким псевдопротекционизмом каким-то, собственная промышленность должна обрести такой мощный вес для нашей будущей победы. Илья, тебе нужно взять мастер-класс у нас, наверное, всех. Когда ты говоришь о партнерах, нужно делать вот так. Ну я знаю, что да. Так, если говорить про меня, то я жду объявления нескольких новых нацпроектов. Первый и наиболее, как мне кажется, важный, это должен быть нацпроект, касающийся молодежи. Выросло поколение, которое не помнит того, что было до Владимира Путина. И это поколение сейчас получило право голосовать, идти на выборы, и от этого много чего зависит. А в головах у этих молодых людей еще не все устаканилось. Каша. Поэтому они такие снежинки, единорожки, они инфантильные, они иногда действуют благодаря каким-то, не знаю, там, голосам из головы, верят всему, что написано в интернете, не отделяют зерна от плювел. И поэтому один из нацпроектов должен касаться молодежи, и вот патриотическому воспитанию, и вообще образованию молодежи. Ну, еще я жду, что будет объявлен один из нацпроектов, он обязан касаться инфраструктуры, потому что у нас коммунальная инфраструктура еще не везде, не всегда справляется с тем, что есть, и на это требуется какая-то федеральная поддержка, а федеральная поддержка у нас последние 20 лет заходит через нацпроекты. А я жду, однозначно будет какая-то логика развития ситуации, связанной с СВО, с усилением тактики, стратегии на то, чтобы далее продвигаться на отброс их систем вооружения, чтобы там не повторялся Белгород и вот эти последствия приграничных истории, которые происходят в связи с тем, что линия фронта, она двигается. И на самом деле здесь есть реальное основание ждать вот этого в послании, потому что, ну, Авдеевку мы взяли, а это был самый крупный, самый оборудованный, и самый укрепленный район. Откуда обстреливали последние 10 лет Донецк. Да, да, да. И, конечно, жду разворота на восток с точки зрения транспортно-логистических вещей, то, что говорил президент, находясь здесь, в Хабаровске, в нашем родном городе, в который мы верим. Поэтому со всеми вот в последнем обсуждении согласен, и, ну, для меня вот почему-то вопросы обороны и развития, да, СВО с точки зрения, что нам необходимо продавливать, особенно в условиях сейчас, там, голода снарядного украинского и вопросы, связанные с разворотом на восток, вот для меня, кажется, это вот такая вот, для нас это вся важная штука, и чтобы она реализовалась, было бы хорошо. Насколько оправдаются ваши ожидания, мы узнаем уже в ближайшее время. Я напомню, что сегодня в нашей студии были Дмитрий Ноженко, председатель Совета директоров информагентства «Аврора Медиа», руководитель общественного движения «Верю в Хабаровский край», Илья Амирханов, руководитель фабрики «Мороженого зайца», член правления Дальневосточной ассоциации пищевой промышленности и городского совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска, Андрей Горяйнов, ответственный секретарь информагентства «Хабаровский край» сегодня. Благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо вам. У нас на этом всё. Увидимся скоро. До встречи.